Пробиваться в театральный мир Америки, потому что я понимаю, что надо было здесь родиться, надо было здесь жить. На необычной Америке можно Испании, Франции, во Франции, мне кажется, очень хорошая киноиндустрия. Можно что угодно, если повезет. Но во Франции, в Испании, без Алексея Панина достаточно артистов испанских. Потом, ты много знаешь испанского кино? Ну нет, ну французское я знаю кино, например, итальянское. Там много русских в этих фильмах. Я даже говорю, итальянцы играть? Нет, вот поэтому их и нет. Потому что все такие, ой, а кому я там нужен? Вот так вот каждый из 100 человек так сказали, и, конечно, никто никому не нужен нигде с таким отношением. Это я не к тому, что все это плохо, а к тому, чтобы понять просто. Кто-то, наоборот, открещивается от русскоговорящей аудитории, такой, я приехал в новую страну, в новую среду, здесь больше перспектив. А кто-то вот так думает, ой, да нет, зачем, у меня есть накатанная моя аудитория, которая меня знает, и не нужно, там, типа, это легче. Это путь такой. Ты мне сейчас что предлагаешь? Пойти в английскую школу, выучить язык без акцента? Да, почему нет? Потом пускай в театр, местный театр Пушкина. Может быть, нет таких амбиций? Я вот и хочу об этом узнать. Нет у меня таких амбиций. У меня есть амбиция, если мне повезет, я бы с удовольствием снял с собой в американском кино. Но, опять-таки, я прекрасно отдаю себя отчет, что я могу играть только в русских. Притом, я тоже отдаю себе отчет, что американского кино, где русский играет главную роль, это кино про русского, их, по-моему, нет. Ну, да, могу, наверное, если повезет, играть какие-то эпизодические роли в американском кино, если повезет. А нет, это все. Леш, а нет рефлексий сейчас, что сейчас все-таки мало проектов. Вот сейчас есть спектакль, и, по сути, вы сказали, там, практически я не работаю. Не скучаете вот по такой плотности работы? Или все, я свое уже отыграл? Я скучаю по плотности работы, но жизнь такая штука, что вот сейчас так, что я могу поделать? Ну, вот так в моей жизни сложилось, что так произошло, что было много, потом мало, потом вот так. Я вообще никогда не планировал уезжать из России, я никогда в жизни не думал, что я окажусь в каком-нибудь Испании. Я никогда в жизни об этом не думал. Я снимался в кино, выпивал, у меня были романы, рождались дети. Секс, наркотики и рок-н-ролл, грубо говоря, но я не очень наркоманский человек, но я думал, что так будет всегда. Ну, вот так жизнь повернулась, что сейчас я так. Ну, что мне сделать? Можно? Пожалуйста. О, какая отвратительная рожа. Жизнью я получил все, о чем я мечтал в 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке, у меня их было не одна. Я мечтал дом на Рублевке, ну, когда вот это все началось, когда мне же хотелось быть тоже, я же хотел быть звездой, я не покупал себе дом на Рублевке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей, у меня было так, что у меня не было свободного времени, у меня было по 10 проектов параллельно, я все получил. И материально, и творчески, вот все. Потом жизнь повернулась иначе. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут. Благодаря определенным событиям в этой стране. Благодаря всем видео... Кровавый режим не даст? Нет, не кровавый режим, а именно все, что связано с моей репутацией. Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки, меня обвиняют в том, что я это выкладывал. Ничего подобного, все, что со мной попало в сеть, я имею в виду, это все взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь, ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему. Но я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России, все это вываливать в всеобщее обозрение. Что касается... Не дадут. Все. Артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помните, что у нас прозвучало «Никогда не говори никогда». А, когда? Вот поэтому... Продолжение следует...